На каком основании покажите мне документы, где написано, что должна находиться здесь, в маске, в перчатках. Покажите. Уважаемые друзья, я пришла в суд, у меня сегодня заседание слушания моего дела в 9.30. Меня выгоняет из суда. Почитайте. Кто это? Факсограмма. Первый заместитель подпечения. И что дальше? В соответствии с предписанием надзору. Прошу требовать отпустить ли соблюдение социальной дистанцировки и допускать лиц прибывших. Пожалуйста. Основание для ношения маски и перчаток. Основание какое? С какой стати? Это медицинский опыт. У меня аллергия. Устанавливайте, устанавливайте. Я ничего не устанавливаю. Какое основание, что меня не... Где в законе написано, что я должна быть в маске, в перчатках, чтобы мое дело было рассмотрено в суде. Правительство Москвы и правительство государства. Покажите мне Собянина указ. Покажите. Я очень хочу его посмотреть. Я ничего не должна брать. У вас должны быть документы, на основании которых вы меня не пускаете. Где правительство Москвы? Что вот это написано? Жеребцов, жеребцов. Что это значит? Медицинское ношение маски – это медицинский опыт. Согласно Конституции Российской Федерации, гражданин не обязан подвергаться никаким медицинским опытам. Потому что мне тяжело дышать. С какой стати? Это нарушение моих прав. Почему мое дело не может быть рассмотрено, если на мне не будет маскарадного костюма? Чтобы я вызвал полицию, сейчас полиция вас оштрафует. Меня полиция не оштрафует? Нет, вы мне покажите документы, тогда я уйду. Все, ладно. Где судья? Вызовите, пожалуйста, ко мне судью. Пусть мне объяснят. То, что вы мне показали, это ни о чем. Хорошо, если вам ничего ни о чем, то я ничего вам больше не могу. Покажите мне указ Собянина, на основании которого вы меня отсюда выгоняете. Я не знаю, я не видела этого указа. Надлежащую заверенную копию покажите мне. Где судья? Пригласите, пожалуйста, судью. Пусть она мне объяснит. Она же знает законы лучше, чем вы. В законодательстве, где написано, что должно быть в маске и в перчатках. Пригласите судью. Судья Калашникова, Надежда Сергеевна. Где она? Здесь она? Не придите никуда. Без маски. Вы мне покажите... Сейчас вам все будет покажем. Нет, оно должно быть у вас. Я вам не говорю. Я сейчас тоже вызову полицию на вас. Покажите вашу, кто вы. Я зафиксирую. Польпо. И на ваш чоп. Польпо. Покажите лицензию вашего чопа. На каком основании вы здесь находитесь? Вы мне не показываете документы, предъявляете ко мне незаконные требования. Я вам точно ничего не обязан показывать. Что значит вы не обязаны? Вы здесь работаете, вы меня выгоняете, нарушаете мои права. Я ничего не нарушаю. Вы нарушаете? Сейчас вам объясню. Если я нарушаю, что? Пусть судья мне объяснит. Это Крылатские холмы. Тут к нам пришла женщина без масок, без перчаток. Я не могу ее с ней ничуть проделать. Крылатские холмы. 32. 26-й дом. Мировые судьи. Мировые судьи. Крылатские 26. Да, да, да. А наряд как? 02 вызывает? Ну я не могу. Она тут камеру подключила. Вы мне покажите указ. Указ ей показать. Какой указ? По-моему, все указы по телевизору объявляют. Пригласите судью. Пусть она мне объяснит. Хорошо, ладно. Хорошо. Пригласите судью. Покажите мне документы. Я тогда уйду. Вы же мне ничего не показываете. То, что вы мне показали, это не документ. Вы можете пригласить меня судью? Не могу я, у меня не право. Почему? Потому. А где, кто? Секретарь. Где секретарь? Можно мне секретарем поговорить? Я вам говорю, что работает на офисе. Меня пригласили. Я получила извещение. Я же не просто так сюда пришла. Пожалуйста. Беспредел какой-то. Это общественное место. Это суд. Мировой. У меня извещение на 9.30. У меня заседание. Вы меня выгоняйте, не объясняйте почему. Я хочу поговорить с судьей. Здравствуйте. А где можно я поговорю с судьей? В канцелярии. А где она? Крините судьи. Пришел секретарь. Идите туда. Вот там? Вначале в самом? Злостный нарушитель закона. Какого только? Пусть у меня судья выйдет и объяснит, что она не будет рассматривать мое дело без маски. Время еще у вас есть до половины. Вот указ мэра Москвы. Вот здесь написано. О введении режима личный прием приостанавливается до особых указаний. У меня письмо. Меня вызвали. Я вам сказал. В основном уголе примут. Если вы сейчас не примут, потому что у вас нет маски и нет пересеканий. Хорошо. Пусть мне об этом судья скажет. Я уйду. Что она не будет мое дело слушать. Сейчас пока это мне говорите вы. Вы охранник. Вы же не судья. Так. Вот судья выйдет. Если поезжать нужно выйти, значит выйдет. Я же не могу ее выгнать отсюда. Правильно? Ну вот сейчас сколько времени? Скажите мне, пожалуйста. 25 минут. То есть через 5 минут, если она не выходит ко мне, значит я ухожу несолоно хлебавши. Так? Отсюда. Я не могу сказать, что вы видите. Не можно на так. Не видит. Хорошо, я жду 5 минут. Выйди на улицу. Почему я должна уходить на улицу? Там тоже. Потому что надо вам надеть маску и надо надеть перчатки. Основания. Основания. Я вам объясняю основания. Все российские основания. Хорошо, предоставьте мне маску и перчатки. И возьмите на себя ответственность за мое здоровье. Потому что у меня аллергия. У меня, например, руки скрываются от перчаток. Мне нельзя носить маску. Вот вы сам тяжело дышите. Я с вами покажу. Вы потеете, стоите, потому что вам невозможно дышать. Ну, мне сейчас сказали... А у вас тоже нет перчаток, кстати. Почему вы без перчаток? У меня нет перчаток. Ну вы же не в них. Ну я занимаюсь делами здесь. Никто я не могу заниматься. Ну я тоже делами. Я не могу в перчатках. Ты разбиваю, я перчатки надеваю. Туда выхожу. Ну хорошо. Вы мне предоставьте, если вы от меня требуете. И возьмите на себя ответственность за мое здоровье. Если у меня будет что-то с руками. Если я начну задыхаться. Понимаете, вот у меня, например, в маске. Я начинаю тяжело дышать. Задыхаться. Девушка. Что? Я вам все сказал. Сейчас приеду на яблоку. Будете объяснять деньги. Хорошо. Сижу, жду. Никто не выходит. 09.32 уже. Ко мне никто не выйдет. Мне можно уходить. Можно. Ну хорошо. Мне же должны какую-то... Мне же скажут потом. Неявка. И мое дело вообще не будут рассматривать. Пусть мне хотя бы напишут что-то, что... Какая-то официальная бумага, что переносится. Крайне враждебная обстановка в суде. Это мой видеопротокол. Я фиксирую, что в 9.30 я была на месте в суде. Сейчас я включаю компьютер. И фиксирую время. И ко мне никто не вышел. Вот уже. 9.33. 0.2. 0.6. Чтобы потом мне не сказали, что я не пришла. И поэтому дело... Мне отказ поступил. Так, время я зафиксировала. Еще раз. Судья Калашникова Надежда Сергеевна, которая не выходит, мне ни о чем не говорит. Видимо, мне придется уйти. Так, вот только что вышла судья. Дала мне вот такую бумажку. Судебный департамент, бла-бла-бла. А вот, стоя сюда еще, когда пускаете, не вырежается. Я же в коридоре нахожусь. Я понимаю, если у вас есть у вас, то я буду продать у вас. Так. Режим работы судов, общий юридикс и город Москва действует, что сохранится до 14 июня. Ростановлен прием наручной документации по категории. Дело безлагательным делом. Доступ Указом мэра. Но это не указ мэра. В общем, ничего не мне показывают. Предложили мне надеть маску. Так. Продолжение следует... Мэра. Растcios. Tyдер. Продолжение следует...